Высказывайте своё мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30.00. Будь в центре событий. Ну что ж, наш эфир продолжает неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я, его ведущий Анатолий Червец. Участники все вы, позвонившие по номеру телефона 847-400-5200. Вы нас можете видеть и слышать на нашей страничке Facebook RadioNVC, на нашей веб-сайт-страничке RadioNVC.com, ну и, конечно же, на нашем канале YouTube, зайдя на который, вы, если еще этого ранее не сделали, пожалуйста, зарегистрируйтесь, нажмите кнопочку subscribe или регистрация, и вы будете также полноправными участниками нашего канала в YouTube. Ну, а мы вещаем на волне 14.30.00, 99.1.10.FM. Еще раз неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Дорогие друзья, для того, чтобы сегодня немножко больше пообщаться, я решил поменять немножко формат нашего шоу. Я буквально пару минут займу для того, чтобы вам рассказать пару интересных фактов, а потом, конечно же, хотел бы с вами обсудить ситуацию с выступлением Роберта Маллера, причем хотел бы действительно услышать ваше мнение, каким бы оно ни было, ну, просто услышать, как говорится, понять, чем живет наша община. И поэтому давайте сразу перейдем к делу пару фактов, которые я хотел бы вам предоставить вашему вниманию. Значит, факт номер один. Все мы знаем, что в нашей стране существует конституция, которая была создана именно для того, чтобы добиться того, для того, чтобы правительство не, как говорится, прищемляло права народов или граждан этого государства. То есть, конституция была создана не для того, чтобы ограничивать нас, а для того, чтобы ограничивать правительство, чтобы оно нас не ущемляло. Ну, так, общими словами. Так вот, все мы знаем, что в Конституции изначально был так называемый биль о правах. Это первые 10 поправок Конституции. Ну, и потом уже были разные другие поправки, которые добавлялись по происхождению лет. Но именно к нашей теме относятся три поправки, которые мы должны действительно хорошо понять, для того, чтобы вообще разобраться, о чем сегодня идет речь вообще в правительстве, в нас, в стране. Ну, первую поправку, которую бы я хотел предоставить вашему вниманию, это пятая поправка Конституции, которая гласит о том, что ни один гражданин Соединенных Штатов не может быть заставлен правительством давать показания против себя. То есть, если кто-то, как это сказать, если происходит судебное заседание или слушание, вот тот человек, по поводу которого происходят эти слушания, он имеет право не давать показания против себя, для того, чтобы избежать какого-либо наказания. То есть, так называемый Fifth Amendment, пятая поправка. Теперь, следующая поправка, шестая поправка, гласит о том, что это то, что мы называем презумпцией невиновности. То есть, поправка говорит о том, что никто не может быть обвинен или признан виновным до тех пор, пока этого не сделал суд. Пока не прошло судебное, то есть, пока не произошло расследование, потом судебное слушание, и пока не будет вынесен приговор судьей, и вот только в этом случае человек может считаться либо виновным, либо оправданным. Одно из двух. Это шестая поправка. Поправка номер 14, которая уже была принята намного позже, после вот этого били о правах. Четырнадцатая поправка гласит то, что государство, то есть, Соединенные Штаты Америки, его правительство, не имеет права отбирать свободы, частную собственность или лишать человека свободы до тех пор, пока этот человек не признан виновным в том или ином содеянии. То есть, опять же, наказание не может быть выдвинуто до тех пор, пока не будет человек признан виновным. То есть, вы понимаете прекрасно, к чему я все это клоню. А клоню я именно к тому, что, о чем, во-первых, был издан рапорт Роберта Маллера, а во-вторых, о том, что произошло буквально не далее, чем вчера, за вот эти 9,5 минут, в которые Роберт Маллер пытался нам что-то объяснить. Вернее, чисто занимался очковтирательством, потому что, ну, не просто поэтому я на этом. Я хотел бы закончить... А, да, я прошу прощения. Еще один факт, который я вам хотел бы преподнести. Опять же, это все имеет отношение к одному и тому же. Еще один факт. Те из вас, которые приехали в страну до 94-го года, неважно в каком году, но до 94-го, те, я надеюсь, помнят, что 6-го января 94-го года произошло страшное событие, где две спортсменки, одну из которых звали Таня Харринг, вторую звали Нинси Керриган. Обе эти спортсменки были членами олимпийской сборной по фигурному катанию и должны были выступать в 94-м году на зимних олимпийских играх. Так вот, 6 января 94-го года муж Тани Харринг, я думаю, не без ее участия, честно, я вот не верю в то, что она об этом не знала, хотя об этом... Она об этом говорила, что она не имела понятия, никто ей об этом не говорил, но я в это не верю. Так вот, муж Тани Харринг, понимая прекрасно, что Таня ни в коем случае не сможет победить Нинси Керриган, просто понимая это, он решил избавиться от конкурентки. Нанял человека, который дождался Нинси Керриган в спортивном зале, то есть на здании спортивного льда, где она тренировалась, он ее дождался, и когда она уходила из тренировки, уходила со льда, он подбежал к ней и металлической трубой перебил ей колени. То есть, таким образом, он пытался устранить Нинси Керриган как соперника Тани Харринг. К счастью, вот это повреждение оказалось не очень серьезным, и у Нинси Керриган было достаточно времени для того, чтобы реабилитироваться, для того, чтобы восстановиться, и она приняла участие в Олимпийских играх, в которых она заняла, кстати, второе место, серебряную медаль получила. Ну, а Таня Харринг была, были слушания, был, в общем, Олимпийский комитет, и вообще комитет по фигурному катанию приняли решение о том, что Таня Харринг до конца своей жизни будет отстранена от возможности выступать в виде спорта в таком, как фигурное катание. Почему я привел этот пример? Я думаю, что те из вас, которые внимательно следят за событиями, вы понимаете, что у демократов просто единственная возможность, единственная возможность хоть как-то показать себя во время выборов, это убрать Трампа. Я имею в виду возможность победить. Это убрать Трампа всеми правдами и неправдами. Неважно каким образом, убрать его физически, я имею в виду снять с поста президента, убрать его морально, это просто довести его до состояния, где он сам скажет, так, ребята, все, мне надоело, я ухожу. Ну, и третий вариант, это политическим методом, то есть, методом импичмента. Ну, вот так борются демократы за свою, за свой выигрыш, понимаете. Вот, поэтому я вам привел вот этот пример, историю, как говорится, вернее, путешествие или экскурс в прошлое. Вот, теперь, на этом я хотел бы закончить свое выступление и честно хотел бы послушать ваше мнение по поводу того, что вы считаете или что вы думаете по поводу выступления Баба Маллера вчера, что вы думаете по поводу того, что происходило с представлением рапорта Баба Маллера о том, что, как отреагировал на это Логим Бар, наш генеральный прокурор, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, 847-400-5200 и будем общаться, будем рассуждать по этому поводу. Ну, а пока вы набираете номер телефона, я могу вам сказать такую вещь, что вчера, это, опять же, просто факт, вчера где-то в районе, если я не ошибаюсь, где-то 10, по-моему, 10 утра, потому что я знаю, что я еще был дома и я с огромным отвращением прослушал выступление Роберта Маллера, очень много было понятно изначально, буквально вот с момента его начала выступления было понятно, о чем будет идти речь, для чего это речь, для чего эти выступления и так далее, вот, поэтому, ну, очень, конечно, мне лично было неприятно все это выслушивать, тем не менее, зная вот эти вот факты о поправках Конституции, которые я вам привел, и о том, что, какими методами устраняют своих противников, я понимал прекрасно, к чему это все идет, и к чему это, по идее, ну, просто закончится, вот, так что, слушал я разные выступления по поводу выступления Роберта Маллера, то есть, со стороны и республиканцев, и демократов, единственный человек, с которым я полностью, вернее, два человека, с которыми я абсолютно и бесповоротно согласен, это Раш Луинбой и Марк Луин, мне было очень интересно выслушать их мнение, почему, потому что все остальное, это было просто, ну, вот, абсолютная требуха, чепуха, даже со стороны республиканцев на средствах массовой информации типа Факс Ньюз, типа, как он называется, забыл, Нейшн, Факс Нейшн, ну, в общем, так называемые легальные эксперты в виде Энтони, ай-яй-яй, просто вылетел из головы, но, тем не менее, также выступал Энтони Скорабучи, это человек, который ровно 11 дней проработал пресс-секретарем администрации Трампа на Эндрю Наполитано, который считается федеральным судьей и был когда-то, ну, в общем, давайте примем телефонный звонок, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я вот, ну, несколько дней подряд уже слушаю все эти передачи и прочее, и у меня возникает такая мысль, неужели демократам не стыдно делать то, что они творят? Это просто стыдно. Американцы нормальные люди все это понимают, они рассчитывают понятно, на кого, кого они нагнали столько, но это же стыдно так себя вести. Да, да, согласен с вами, абсолютно согласен, спасибо большое. Да, действительно, это стыдно, но, к сожалению, мы все прекрасно понимаем, что у демократов есть так называемая своя база, и эта база, это просто, ну, вот, оголтелые, я не даже не могу сказать фанаты, потому что фанаты, это люди, которые четко понимают, за что они ратуют, за что они, ну, если не борются, то, по крайней мере, что они поддерживают. У демократов база просто оголтелых антитрампистов, если раньше мы, это мое мнение лично, если раньше мы считали, что это все делается против Трампа, потому что проиграла Хилари, то теперь мы понимаем, что даже если бы была президентом Хилари, то такие оголтелые левые, как Акасио Кортес, Тлаиб, Омар, ну, вот, тот, который, то есть, те, которые сегодня пытаются пробиться в номинанты на пост президента, то есть, тот же Питт Бураджич и Камела Хэррис, то есть, мы прекрасно видим и понимаем, что сегодня даже Хилари пошла бы, как говорится, по боку, почему, потому что она бы считалась слишком центристской по мнению вот этих левых радикалов. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, у меня такой, как бы, маленький вопрос. Пожалуйста. Конгресс уже два с половиной года занимается какой-то, по сути дела, ерундой, травлей Трампа. И, по сути дела, свою работу непосредственно они, как бы, не очень выполняют, то есть, вообще не выполняют. Да. Так вот, у меня вопрос. Ну, когда работник не выполняет свою работу, с него спросят начальник. Конечно. А вот с них кто-нибудь спросят хоть о чем-нибудь. О, вы умничка, вы задали такой классный вопрос. Я вам объясню, почему. Единственный вариант нам узнать, как с них спросят, это дождаться выборов 2020 года и посмотреть, сколько мест они удержат в Палате представителей, сколько мест им удастся удержать в Сенате и кем станет Нэнси Полоси вот во время выборов 2020 года. Вы абсолютно правильно подметили. С них должны спросить. Но, вы понимаете, у них сейчас, особенно вот у той же Нэнси Полоси, у нее сумасшедшая вилка. Спасибо вам огромное за звонок. У нее сумасшедшая вилка. Почему? Опять же, с одной стороны, ее прижимают левые радикалы. Они требуют импичмент. Требуют. И им все равно, что произойдет. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что им иначе Трампа не победить. Просто не победить. Причем они даже, я уже честно, вот к этому моменту, я даже не верю в то, что они сами-то верят, что если даже они ему выстоят импичмент, что им это в чем-то поможет. Почему? Потому что все равно Сенат, большинство в Сенате за республиканцами и даже выдвинув Трампу импичмент в Палате представителей, оно дальше никуда не уйдет. Просто не уйдет. Сенат в лучшем случае скажет, мы даже не хотим это рассматривать. То есть, вы все прекрасно понимаете, что процесс такой. Сначала голосуется за импичмент в Палате представителей, и если Палата представителей большинством голосует за импичмент, это решение должно попасть в Сенат. Значит, для того, чтобы она попала в Сенат, должно произойти два действия. Первое действие это Сенат или Меч Макканал, так как он является лидером большинства в Сенате, он должен согласиться принять это решение на рассмотрение Сената. Это самое главное. Даже если Меч Макканал, допустим, поставит на голосование принимать это на рассмотрение или нет, скорее всего, что Сенат большинство, своим большинством проголосует против рассмотрения. То есть, это решение даже не попадет на рассмотрение Сената. Но, даже если оно попадет на рассмотрение Сената, то именно то, что произошло с Биллом Клинтоном, в Сенате оно будет зарублено и на этом все закончится. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, я немножко не по теме. Вчера вы слушали Орлова и он сказал, что Трамп поступил неправильно, когда повернулся и ушел от Пелосиа и Шумера. И он ссылается на Билла Клинтона, что Билл Клинтон, даже когда ему сделали импичмент в Конгрессе, все равно продолжал работать с Конгрессом. Но у меня другое мнение по этому поводу, что у Билла Клинтона было реальное дело, за что его действительно импичмент сделал. За что ему был импичмент сделал. А у Трампа нету этого дела, а они ведут к этому делу. И Трамп, я считаю, правильно делает, что разворачивается и не работает с ними, потому что невозможно так себя вести. Они просто, мне кажется, переступили все уже красные линии, которые можно переступать. Это мое мнение. Это очень правильное мнение. Я с вашим мнением полностью согласен. С мнением Алексея Орлова, вы понимаете, я его очень, то есть честно, я его просто безмерно уважаю. Уважаю его за три вещи. Во-первых, за его знание истории Соединенных Штатов Америки, во-вторых, за его такие трезвые, трезвые более-менее оценки того, что происходит, ну, и за то, что он просто, скажем так, он человек, который доказал всем своим поведением, он очень много читает, он очень знающий человек, поэтому я его безмерно уважаю, но это не значит, что я с ним должен во всем соглашаться, и вы абсолютно правильно, я точно так же с ним не согласился, вернее, я не высказал свое мнение, почему, потому что, ну, знаете, говорят, есть такая хорошая пословица, клизма, знай свое место, вот, поэтому, но, тем не менее, я абсолютно с вами согласен, Трамп, то есть, то, что произошло с Трампом, и то, что произошло с Клинтоном, это абсолютно две разные вещи, это раз, во-вторых, то, кем был Нют Гингридж, те, которые помнят его вот, время спикера в палате, вот, таким уравновешенным, таким порядочным, таким знающим человеком, как был спикер палаты Нют Гингридж, Нэнси Полоси была, наверное, лет, ну, я не знаю, 50 тому назад, сейчас, она абсолютно не заслуживает вот таких похвал, которых заслуживал на то время Нют Гингридж, это раз, во-вторых, то, что произошло с Клинтоном, послушайте, его никто не заставлял врать Конгрессу, ну, никто его не заставлял, особенно под присягой, он президент Соединенных Штатов, который фактически нарушил закон дважды, объясню почему, очень многие со мной начинают спорить, да нет, это неправда, нет, он нарушил закон дважды, первое, он нарушил свою клятву, вот тогда, когда он приносил присягу Конституции Соединенных Штатов, где он давал клятву ее соблюдать, ее поддерживать, и ей оперировать, вот он тогда, то есть, тем, что он наврал Конгрессу, кроме того, что он наврал Конгрессу, он точно так же, получается, наврал во время присяги, и вот это еще, я вам скажу честно, это еще неизвестно, какой из этих случаев более ужасающий, почему, потому что, ну, соврал Конгрессу, потому что не хотел, там, допустим, выставлять свою жену, ну, в общем, пытался как-то защитить свою жену, ну, я могу еще не согласен с этим, но могу по-человечески это понять, но нарушить клятву присяги Конституции, вот тут он поднимал правую руку, у него левая рука лежала на Библии, и вы понимаете, кому он наврал, так вот, вранье вот ему, я считаю, просто не имеет никакого прощения, так вот, сейчас давайте примем звонок быстренько, добрый день, вы в эфире. Добрый день, скажите, пожалуйста, вот, теперешнее расследование, которое возглавляет БАР, Атонни Дженерал, да, и последует в июне, по-моему, доклад генерального инспектора Диршовица. Так точно. Эти вещи, если они выйдут в пользу Трампа, они могут влиять на решение Конгресса об импичменте и тому подобные вещи, или это просто будет как бы косвенная вещь, которая не будет иметь влияния? Очень хороший вопрос, давайте мы сделаем так, я очень извиняюсь, просто мне нужно уйти на рекламу, послушайте по радио, сейчас мы уйдем на рекламу, потом вернемся, я обязательно отвечу на этот вопрос, потому что это очень правильный вопрос, спасибо. Возвращаемся в неполиткорректное толк-шоу Сергея Зацепина, номер телефона в студии 847-400-5200, принимаем первый звонок, добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий, добрый. Скажите, пожалуйста, в чем Клинтон нарушил присягу, когда он присягал на пост президента, и второй вопрос, какое отношение к Whitewater к кондоминиуму имело, имел ли он секс с Моникой Левинской? Понял, спасибо, Феликс. Значит, смотрите, во-первых, я словом не обмовился в том, что Whitewater имела отношение к Монике Левинской. Он обманывал, то есть, он врал под присягой тогда, когда он сказал, что у него не было сексуальных отношений с Моникой Левинской, до тех пор, он настаивал на этом, до тех пор, пока не появилось злосчастное голубое или темно-синее платье, на котором оставались следы его биоматериала. Он просто настаивал на том, что у него с ней не было никаких сексуальных отношений. Это раз. Это то, я когда говорил, что он врал под Конгрессу, я не имел ввиду Whitewater, я имел ввиду именно отношения с Моникой Левинской. Теперь, как он врал, давая присягу? Смотрите, когда президент дает присягу соблюдать все правила Конституции, ее поддерживать, ее лелеять, хранить и так далее, он дает клятву тому, что он будет это исполнять. Теперь, когда президент дает лживые показания Конгрессу, он этим самым уже нарушает законы Конституции. И вот тут появляется вторая причина, почему он врал. Потому что он врал не только по отношению к Конституции, но, вы же знаете прекрасно, Фелик, что давая клятву, что президент, когда дает клятву, он ее дает не на издании Конституции, а он ее дает на Библии, кладя левую руку на Библию и поднимая правую руку вверх к нему. Так вот, когда он дает присягу, он дает присягу, но точно так же он дает клятву. И поэтому я сказал то, что я сказал. Но вопросы хорошие, толковые, поэтому ничего против не имею. Теперь давайте я отвечу на вопрос радиослушателей перед рекламной паузой по поводу того, как отразится рапорт генерального инспектора по поводу импичмента президента. Уважаемый мой радиослушатель, в этой ситуации нужно разделять факты на две части. Часть номер один. Импичмент демократы выдвигают президенту. Выдвигают они ему этот импичмент за то, то есть, опять же, судя по их теории, поверьте, то есть, поймите меня правильно, я не пытаюсь подтвердить правоту их действий, я просто чисто выявляю факты. Они ему хотят вынести импичмент за так называемое препятствие правосудию, потому что иначе, ну, им не за что ему предъявлять импичмент. Теперь, то, тот факт, что будет написано в рапорте инспектора генерального, генеральный инспектор не рассматривает вопрос Трампа, он рассматривает вопрос того, что в шестнадцатом, пятнадцатом году происходило в рангах ФБР и Министерства юстиции, вот что он рассматривает. Поэтому, если даже в его рапорте будет написано, что Министерство юстиции вместе с ФБР и вместе с СИА и вместе СНСА совершили преступление по поводу того, что они подали в этот суд, то есть, они начнется с того, что такое было вот это досье, потом, как это досье использовано было в подаче аппликейшн на ФАЙЗА ВОРЕНТ, потом это будет рассматриваться, на каком основании был выдан ФАЙЗА ВОРЕНТ, если аппликейшн была фальсифицирована, ну и так далее. И получается, что если докажут, что ФАЙЗА ВОРЕНТ был выдан неправильно, это ставит под угрозу вот эту всю цепь шпионажа, который тогда кажется был проведен абсолютно незаконным образом. Понимаете? То есть там клубок свой тянется одно за другое. Поэтому, даже если докажут, что все вот эти замешанные во всей этой катастрофе лица совершили преступление, это никаким образом не имеет отношения к президенту и к тому, что его подозревают в препятствии правосудию для импичмента. Поэтому тут может быть разгромная информация по поводу министерства юстиции и ФБР и других спецслужб, которая абсолютно не помешает демократам гнуть свою линию по поводу импичмента. Две абсолютно, как говорится, два разных направления. вот поэтому будет интересно посмотреть. То есть, вы понимаете, демократы, почему они пытаются так быстренько, быстренько все это закрутить? Потому что у них времени осталось буквально, ну, в лучшем случае, месяц. То есть, где-то к концу июня по-любому выйдет рапорт этого генерального инспектора. Поэтому им нужно сейчас, пока еще вот мутится вода, что-то предпринять. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот дело в том, что мы, оказывается, живем совершенно в неправовом государстве. То есть, государстве третьего мира хуже, чем Россия. То есть, дабл-стандарт это как бы уже стал такой составной составляющей нашей жизни. определяющей нашей стиль жизни. Потому что, если против президента все это творится, против каждого из нас может быть то же самое. То есть, это тип 37-го года только без убийства. Убийство только карьеры, моральное, в моральном отношении убийства человека. Нет физического убийства, а так все то же самое. Поэтому, все то, что творят демократы, вы все совершенно правильно рассказали с точки зрения законов и с точки зрения права. Но, то, что с точки зрения моральной, то, что делают демократы, их ставят на как бы ступеньку, их нормальный человек, порядочный человек не может голосовать за такую партию. Вот, что я могу сказать. Потому что, это абсолютно аморальная, антиамериканская, антисемитская, происламская партия. Спасибо большое, Мария. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Эдер Мюллер сообщил о том, что ничего он против Трампа не нашел в своем расследовании, но вмешательство России все же таки было. А почему никто не отважится спросить ему, а почему же ты вот то вмешательство не расследовал? Во-первых, а во-вторых, вот сейчас Байден на всех порах идет к, скажем так, к винишу, к тому, что он будет баллотироваться от демократического партия против президента Трампа. А вот схватили мужество у Бара довести дело вот этого Байдена и вообще окружение архива и все, те, которые воззватели это мировоззранское расследование и вывести Байдена на чистую воду. Спасибо большое. Два умнейших вопроса. Объясню, почему, то есть, ну то, что они умнейшие спора нет, объясню, почему мне понравился ваш первый вопрос. Почему никто не спросил у Малера ну и так далее по списку? Значит, я вам скажу, если кто-то, мне просто было бы интересно услышать от человека, который смотрел выступление Малера и вот услышать мнение о том, что вы по этому поводу думаете. Но у нас очень мало времени остается, поэтому я пока что скажу свое мнение. А мы еще завтра, может быть, это, конечно же, обсудим. Смотрите, что получается. Значит, почему у Малера никто ничего не спросил? Если вы слышали, давайте, примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Вот такой вопрос. Вот, значит, Трамп сделал, когда, ну, как его обвиняют в том, что вот он одному из своих подчиненных сказал уволить Малера, Малера, тот не получилось, да, тот отказался, кому-то другому сказал уволить Малера, тоже как бы не получилось. А что, у Трампа не было возможности вот уволить действительно Малера по-серьезному, если бы у него было такое желание? Я вам скажу такую вещь, мало этого, то есть, более того, Трамп никому не предлагал уволить Малера, это я вам говорю абсолютно достоверно, потому что ни один человек официальный не сказал о том, что Трамп пытался уволить Малера, наоборот, такой человек, как Линдзи Грэм, председатель юридического комитета Сената, он в свое время, когда Мюллера назначили специальным прокурором, он выступил и сказал, что я не позволю Трампу вмешиваться в работу специального прокурора, и я не позволю никому избавиться от этого прокурора, тот, который попробует избавиться, ну, будет очень нехороший политический шаг, поэтому никто от Малера избавиться не пытался, просто Джулиани, это адвокат Трампа, он все время говорил одно и то же, что Малер в принципе не имеет никаких оснований, не имел никаких оснований быть притянутым за уши к этому делу, это было, почему, потому что если мы помним, что, если учесть то, что Райд Разенстин назначил Малера, именно потому, что Сэшенс отказался, самоустранился, и Райд Разенстин тут же вызвал Малера, в принципе, Малер должен был расследовать какое-то криминальное действие, потому что иначе не может быть назначен специальный прокурор, так вот, что они сделали, так как Калужин это было только прикрытие, а официальное какое-то криминальное действие могло быть только абстракшн, они ухватились за тот факт, что Трамп приказал уволить Коми, и вот тут поднялась вот эта, ну, вся эта буча, хотя сам Рад Разенстин по совету генерального инспектора сообщил в своем письме о том, что Коми надо уволить, то есть вот такая вот катавасия, спасибо вам большое, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста, да, говорите, я хотел вам сказать, вот это Мария выступала, да, она сказала, это непорядочные люди, это демократическая партия, моя фира говорит иначе немножко, я не согласен с этой Мария, это партия мразей, цифарей и гигиен, ну, я вам скажу, да, вы смелый человек, спасибо, вы абсолютно выразили мое отношение к этим людям, но Мария, она очень интеллигентная, очень да, 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 вот это я вот хотел сказать, она очень интеллигентная, но этих мразей иначе назвать нельзя, абсолютно, все товарищи стали, согласен, спасибо большое, спасибо, да, я полностью, вот это именно то, как я о них думаю, какого я о них мнения, ну и так далее, хотя, давайте быстренько по Малеру, почему ему никто не задал вопрос, объясню почему, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить на вопрос, зачем Малеру нужно было вчера выходить вот с этой речью, вот это самый главный вопрос, вот это то, что я хотел от вас услышать, ну, я так понимаю, что не у всех было время послушать его выступление, так вот, Малер в конце своего выступления, он сказал, что на этом он считает, давайте послушаем, может кто-то ответит, добрый день, говорите, пожалуйста, алло, да, алло, да, добрый день, добрый, вы знаете, мне кажется, что само объяснение Мюллером, двоякое, двусмысленное объяснение насчет абстракшен, и что, если это будет доказано, это так, если не доказано, то это так, это требует расследования, с его слов танцуют сейчас демократы, о, вот вы, спасибо большое, вы абсолютно, вы просто чуть-чуть не договорили, я ждал, что вы дотянете до этого момента, но, смотрите, что получается, Малер своим вчерашним выступлением, дал четко и ясно понять всем, что ни на какие вопросы он больше отвечать не хочет, он отказался принимать вопросы у корреспондентов, хотя это была пресс-конференция, по идее, во время пресс-конференции или по окончании, человек, который дает такой отчет, должен принять хотя бы какие-то вопросы, он абсолютно отказался их принимать, точно так же, как он подвел черту под тем, что он точно так же отказывается отвечать на вопросы слушания в конгрессе, что он отказывается идти в конгресс на любые слушания, почему, дорогие мои друзья, потому что больше всего Малер боится слушаний в конгрессе, потому что кроме демократов в конгрессе, я имею ввиду в палате представителей, еще есть и республиканцы, а отвечать на вопросы таких республиканцев, как Джим Джордан, как Хьюз, как его, я забыл, вот когда надо, не вспомню, неважно, понимаете, он не может ответить на эти вопросы, знаете, почему, первый вопрос, и он, я прошу прощения, весь в дерьме, вопрос был бы такой, скажите, пожалуйста, если у вас были неограниченные полномочия расследования, почему вы не расследовали действия кабинета Клинтон, почему вы не расследовали действия кабинета ФБР, и почему вы не расследовали действия кабинета СИАЭ, понимаете, один вот этот вопрос, и он в абсолютном дерьме, и это именно то, чего он не хочет, его вчерашнее выступление было направлено на то, что он сказал демократам, так, ребята, я вам выдал все, что вы хотели, я вам оставил все щели, через которые вы можете просочиться, но оставьте меня в покое и не дергайте меня на слушание, потому что на слушаниях я не хочу отвечать на вопросы таких людей, как Джим Джордан, как Хьюз, как вот этот испаногам... ой-ой-ой, фамилия, забыл, неважно, понимаете, вот почему вчера он выступил, ведь он вчера не сказал ничего нового по сравнению с тем, что он уже выдал в рапорте, мало этого, он вчера сказал, хотя он говорил, что они очень аккуратно выбирали слова, когда писали этот доклад, он просто одной фразой сам себя обгадил с ног до головы, фраза звучала так, если бы мы были уверены в том, что Трамп не виновен, мы бы это сказали. Дорогой мой Малер, я не являюсь адвокатом, но самое страшное то, что ты как прокурор это не твоя эпостасия для того, чтобы кого-то оправдывать. Прокурор должен расследовать и обвинять, если есть на то причины. Если причин нет, прокурор должен сказать, что мы провели расследование, причин к обвинению мы не нашли. Все, вот это его работа. А говорить, решать о том, можешь ты Трампа оправдать или нет, это не твое дело и это не твоя работа. И вот этим одним предложением он просто сам себя посадил опять же обратно глубоко в это дерьмо. поэтому вчерашнее выступление вообще было просто криком души Малера к демократам, где он им сказал, ребята, все, на этом я закрываю это дело, я распускаю офис специального прокурора, я увольняю всех адвокатов, которые на него, исследователей, которые на него работали, на этом дело закончено и на congressional я не приду, а если вы меня вызовете, я буду отвечать четко по своему репорту. Дорогие друзья, спасибо огромное за то, что были со мной, спасибо за ваши звонки, спасибо за ваше мнение, ну, завтра мы увидимся обязательно или услышимся в программе Народная Трибуна, ну, а пока оставайтесь с нами, оставайтесь слушать наш эфир, я думаю, что еще будет очень много всякого интересного, спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok